Сегодня в программе я протестирую сцелевскую каму 113-661, и мы подробнее поговорим о велосипедах того времени. Здравствуйте, и добро пожаловать на передачу Пашбайк. В нашей передаче мы будем рассказывать о различных моделях велосипедов, тестировать их и давать полезные советы о покупке. Ну что, начнем со старых марок, а сейчас немного истории. Велосипеды Кама стали выпускаться еще в Советском Союзе в 1956 году на предприятии ТСВПК, Акционерное общество открытого типа Велта, в городе Пермь. За 20 лет завод сумел стать самым крупным производителем велосипедов в стране. Компания существует и сегодня, выпуская самые различные виды велосипедов, например, дорожные, такие как Аист, Десна, Дружок, Москва-80, Орленок, Салют, Старт-шоссе, Турист, Украина и Урал. Но мы подробнее остановимся на описании велосипеда модели Кама 113-661. Это велосипед 50-х годов, предназначенный для езды по разному типу покрытия. Собранный велосипед полностью из стали и весит он 14,6 килограмма. Грузоподъемность заднего багажника 8 килограмм, самого велосипеда 95. В сумме мы получаем 103 килограмма грузоподъемности, и это на 1 килограмм больше, чем у велосипеда Форвард Валенция 2. Хотя Валенция 2 почти в полтора раза больше, чем этот велосипед. Поэтому, конечно, мы видим, что сборка из стальных труб дает много преимущества. Колесная база велосипеда составляет 1 метр. Высота рамы 15,5 дюймов. Размер колес 20 дюймов. Обозначение шин 40 на 406. Шаг велосипеда, что очень важно, составлял 4 метра 95 сантиметров, что достигается очень большой ведущей звездой, которая имеет 48 зубьев. Ведомая 15. Теперь цена. В то время деньги были сумасшедшие, велосипед стоил 8465 рублей. Переводя на сегодняшний тариф, он бы стоил 1282 рубля. Это очень неплохие деньги, к тому же вы получали очень большой комплект поставки. На первый взгляд может показаться, что в велосипеде нет никаких изъянов, и он хорош. Если не считать одной проблемы, касающейся того, как раньше собирались шатуны. Сейчас они собираются гайкой, но раньше они собирались, как вы можете увидеть, вот такими вот клиньями. И когда вы некоторое время поездите, клин, конечно, расшатывался, поскольку его нельзя идеально пригнать. И получался вот такой вот большой люфт. И за счет этого было не очень комфортно ездить. Конечно, это были только 60-е, и велосипедное производство только начинало развиваться. Поэтому, конечно, никто не замечал этой проблемы. В то время ездили спокойно, но для сегодняшнего времени, конечно, ездить на таком не очень комфортно. Но это все цифры, и теперь мне пора сесть на него и протестировать его на дорогах. Что я и собираюсь сделать. Итак, вот я еду на этом велосипеде, и уже сразу могу отметить его недостатки. Первое, что, конечно, начинаешь чувствовать, это то, как раньше собирались шатуны, как я уже говорил, в студии, с помощью клиньев. И это довольно шаткая конструкция. Сразу начинается ощущаться этот люфт. И, конечно, незабываемый этот звук. Вы только послушайте. Этот скрип, и как будто бы у меня во втулке стоит часовой механизм, и я сейчас взорвусь. И так раздражает очень сильный люфт шатунов. Следующее, что начинает надоедать и раздражать, это основная проблема малоколесных велосипедов. Поскольку, если вы высокий, довольно высокий человек, то вам приходится поднимать высоко сидение. А вместе с этим приходится поднимать и руль. Но за счет маленького колеса руль высоко не поднять. И приходится, конечно, довольно сильно тянуться. Руки вытянуты к рулю. И это, опять же, создает неудобства. Особенно отражается это на управлении. Ну и последнее, что, конечно, после больших расстояний замечается, после большого пробега. Это то, как я уже говорил, раньше собиралось все из железа. И пластмасса использовалась редко, особенно в сборке велосипедов. Были железными педали и сиденья. И что неудобно, это то, что сидение железное. Рессоры очень толстые, пружины на сидении. И довольно жестко ехать, особенно по кочкам. Но, к счастью, под сидением очень толстый слой поролона. И поэтому все-таки это как-то смягчает езду. Довольно мягкое сидение. Но все равно это, конечно, неудобно. Итак, вот его минусы, но пришло время поговорить о технических характеристиках. Итак. Ну что же насчет управляемости? Проверим. Итак, сейчас мне нужно довольно сильно разогнаться на связке, чтобы пройти очень быстро первый поворот. Проверим, какой он маневренный и как он проходит повороты. Итак, разгон. Первый поворот. Проходит его удивительно. Итак, посмотрим, что же будет в Хаммерхеде. Очень хорошо. Эти современные покрышки весна-осень очень хорошо держат дорогу. Просто ошеломительно. Посмотрим, что будет во втором Хаммерхеде при входе в 100 градусов. Прекрасно. Выезд напрямую. Он ошеломителен. Что касается качества, конечно, все дремно сделано. Из-за того, что болтается шатун и на нем сильный люфт, люфт передается еще и ведущей звездей. Поэтому при большом сильном разгоне, при мощном педалировании и при быстрой скорости цель может слетать. Но как он проходит повороты, это просто ошеломительно. Конечно, это все за счет маленьких колес и этих просто невероятнейших современных покрышках. Которые просто, они очень мягкие и за счет этого они просто врезаются в дорогу. Наверное, я все-таки не удержусь и проеду еще парочку крутых поворотов. Это невероятно. И хоть этот велосипед был сделан только в 92-м году, он очень хорош в поворотах. Так же, как современные велосипеды. Конечно, его большой минус это то, как собирался он, но повороты это нечто. Просто невероятно. Какой он цепкий. Можно управлять даже одной рукой. Это невероятно. Конечно, тормоза старые барабанные, с сепаратором. Поэтому тормозной путь, конечно, длиннее, чем у современных велосипедов. Но это что-то невероятное. Так что все-таки был резон покупать такой велосипед. Конечно, он больше все-таки для оффроуда. Он достаточно хорош будет в лесу, потому что на прямых участках за счет люфта цепь слетает. То есть он не для скорости. Он именно создан для каких-то лесных прогулок. Но тогда он для деревни был создан, для проселочных дорог. Но управляемость очень хорошая. Я вам советую. Хотя велосипеды сейчас такие не продаются. Но у кого он есть, это достаточно неплохой выбор. За одну тысячу двести. Чуть меньше, чем полторы тысячи. И за пятнадцать сотен, конечно, купить такой велосипед, это выгодная покупка. Ну что, проверим разгон. Ну что, поехали. Итак, две секунды с половиной, и вы уже на десяти. Пять секунд, и вы едете шестнадцать. Семь секунд, двадцать один километр в час. Девять секунд, двадцать четыре. Одиннадцать секунд, тридцать один. Тринадцать секунд, тридцать пять километров в час. За тринадцать секунд до максимальной скорости. Это невероятно. Итак, что же там с цифрами? Максимальная скорость тридцать пять километров в час. И за счет потрясающих 90 и кошачьих силах Он разгоняется до 10 за 2,25 секунды А если нажать на тормоза С 20 до 0 за 4 секунды Что делает тормозной путь 5 метров Итак, с этим все И теперь пришло время узнать, насколько быстрым он окажется на нашем треке Но для начала покажем наш трек Это старт Отсюда стартует наш гонщик Далее идет связка, где нужно максимально разогнаться перед входом в первый поворот Идет первый поворот Следом за ним идет хаммерхед Резкий левый и правый поворот Которые проверяют управляемость велосипеда И его маневренность Следом за ним идет еще один хаммерхед Поворот в 100 градусов Также проверяющий маневренность и управляемость велосипеда Далее Чикаго Поворот перед прямой линией И на ней можно разгоняться по максимуму Конечно же последний поворот Гэмбан И финишная линия Это наш трек Но кроме него нам нужна доска Где мы будем записывать результаты И опытный гонщик, который будет ездить на велосипедах Конечно у нас это все есть Его зовут Стэд Посмотрим на него в деле Итак он стартовал Разгон до 10 за 2,25 секунды И мощностью 90 кошачьих сил Разгоняется по связке Перед входом в первый поворот В первом повороте на полной скорости У этого велосипеда очень хорошая управляемость Так что я думаю у него есть и шанс показать хорошее время В хаммерхеде тоже не теряет газ А Стэд слушает диск Марсель Уже третью неделю повис на нем Что там интересного Второй хаммерхед Также на полной скорости Чикаго Пролетает по прямой Невероятная скорость Последний поворот Гамбан И через финишную линию Итак Стэд проехал по нашему треку И у меня здесь есть время Он проехал За 46 секунд И 69 соток Поместим его вот сюда Я понятия не имею что это значит Но думаю что это не так быстро Поскольку Стэд утром мне сказал Что если бы ходовая часть не была настолько разбита И руль не был бы таким шатким То он бы проехал на 2-3 секунды быстрее Вывод от Пашбайк Если вам нужен велосипед с хорошей управляемостью И вас не так волнует скорость Вы любитель загородных прогулок И своей дачи То этот велосипед полностью для вас Ранее в программе я обещал рассказать О других велосипедах того времени И начнем мы пожалуй с Аиста Вот первый велосипед Перед вами Аист Модель 113-321 Велосипед похожий на Каму Но с изогнутой рамой Десна Полная копия Аиста Лишь рама изгибается плавнее И чуть ближе к рулю Велосипед Дружок Для детей от 3 до 7 лет Модель 514-061 Вес 8 кг Москва 80 Год выпуска 1979 Трубы рамы с переменной толщиной стенок В конструкции максимально использованы Алюминиевые и титановые сплавы Спицы колес из титанового сплава И его вес составил Невероятные 8,25 кг Он был лучшим из советских гоночных велосипедов 60-80-х годов Конструктор Харьковчанин Рижинальд Воронцов Для Московской Олимпиады 80 Было изготовлено всего лишь 10 веломашин Сейчас он известен только в единственном экземпляре Вот почему я сейчас не могу сесть на него И протестировать его на нашем треке У Пашбайк просто не хватит денег на его страховку Хотя я с удовольствием бы сел на него И проехал бы пару кругов Далее Орленок Модель 171831 Производитель шауляйский завод Вайрос База 975 мм Высота рамы 17,5 дюймов Число зубьев ведущей звезды 44 Ведомый 19 Стальной корпус весом 12,5 кг Что сказать про байк Украина Стоил он 52 рубля Сейчас одна длинноходная подвеска Стоит как 6 таких велосипедов Грузоподъемность багажника около 80 кг Обода и спицы настолько крепки Что не погнутся даже при джампе, дерте, даунхиле И всяких других прыжках с сарая Но вряд ли кто-то решится прыгать с сарая На велосипеде с рамой В общем он был одним из самых крепких велосипедов Когда-либо производимых в СССР Теперь о Урале 111-621 База 1160 мм Высота рамы 22 дюйм Это все, что мы успели вам рассказать Увидимся в следующем выпуске Пока Ведущие Евгений Кулаков, Азамат Берегбаев и СТЭД Режиссер Евгений Кулаков Любите велосипеды, берегите себя Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!